всем привет на связи федор васильев я продолжаю говорить о полезных но необязательных плагинов для wordpress и в этом видео я хочу вам показать плагин web optimist который позволяет сжимать базу данных вашего сайта но сначала я объясню зачем это нужно для тех кто не в курсе вы должны уже знать что наш сайт wordpress он не работает без базы данных когда мы с вами в курсе о wordpress для чайников создавали сайт размещали его в интернете вы уже затрагивали эту базу данных дело в том что со временем когда ваш сайт существует в интернете он развивается у вас появляется много пользователей они комментируют вы создаете много записи и так далее с течением времени вы можете заметить что ваш сайт вдруг стал медленнее грузиться одной из причин это загрязненная база данных которую изначально вы ни разу не оптимизировали какие-то старые запросы базу данных и так далее вызывают так сказать нагрузку да то есть сайт становится тяжелее и нужно для профилактики чистить эту базу данных то есть сам процесс довольно таки прост но сначала я вам покажу способ как это делать через хостинг потому что не все хотят ставить эти дополнительные лишние плагины то есть не все это любят я покажу один способ второй способ это уже плагин то есть это для любителей именно пользоваться плагинами то есть если неудобно лазить каждый раз там в админку хостинга и производить эту оптимизацию база данных как часто нужно делать оптимизацию смотрите если ваш сайт достаточно популярный то есть часто публикуются посты много комментирую дата где-то наверно раз в месяц может быть даже раз в неделю если очень большой сайт но если у вас просто лендинг статичная страница ничем не наполняется блок не ведется то оптимизацию делать в принципе не придется итак я покажу оптимизацию на примере своего хостинга хостик . юэй на данный хостинг вы также найдете ссылку в описании под этим видео если вам интересно в панели мы находим с вами базу данных то есть сейчас я покажу как оптимизировать базу данных через именно хостинг кто не хочет пользоваться плагинами заходим php myadmin вот сюда ждем идет пиарадресация слева вы будете видеть если у вас нет несколько сайтов разные базы данных вашим сайтом я нахожу свою базу данных кликаю по ней мышкой и здесь будет вся таблица но ребят очень важно очень важно перед оптимизацией или вообще какими-то действиями в базу данных то есть сюда нужно лазить крайне аккуратно если вы плохо разбираетесь сайт может просто сломаться если сделаете что-то не так перед оптимизацией или какими-то действиями нужно сделать бы к баз данных но также покажу на примере своего хостинга то есть прямо здесь в базе данных вы нажимаете экспорт здесь выбираете обычный прокручиваете в самый низ и нажимаете вперед и сразу всплывает окно и вот название базы данных то есть закачайте на компьютер копию базы данных в том виде когда у вас еще все хорошо потому что если что-то пойдет не так и после оптимизации или каких-то других действий базы данных ваш сайт перестанет работать вы просто откатитесь загрузить эту базу данных из вашей копии до которые вы сохранили на компьютер обязательно не игнорируйте этого это очень важно возвращаемся структуру файлов все очень просто вы просто прокручите в самый низ и нажимаете вот здесь вот галочку отметить все чтобы все галочки были проставлены напротив каждой строчки базы данных и вот здесь вы выбираете только аккуратней да вы выбираете оптимизировать таблицу и ждем идет загрузка идет оптимизация то есть сам процесс он уже запустился нам нужно дождаться вот такой вот строчки сквейл запрос успешно выполнен и здесь нам показывать вот где ок там произошла оптимизация базы данных то есть если такой способ вам нравится если вам удобный то лучше избежать установки дополнительного плагина потому что чем больше плагинов мы ставим тем больше может возникнуть проблем и тем самым сайт может тяжелее грузится так или иначе как бы мы этого не хотели поэтому я все-таки сторонник минимизировать количество плагинов на движке wordpress поэтому если есть способ воспользоваться тем или иным действием который нам необходим то мы это делаем теперь любителям плагинов переходим в админку нашего сайта в поле поиска плагинов мы вписываем название плагина vp optimist вот мы его сразу здесь находим ну и как обычно мы это все устанавливаем активируем после установки активации плагин имеет свою позицию в левом нашем меню вот он здесь внизу вы это видите кликаем настроек особо нет давайте быстренько пройдемся сам процесс оптимизации он на этой странице опять же backup не забываем дел база данных здесь вот нам предлагают скачать плагин данный плагин позволяет сделать пока база данных да ну знаете опять еще один плагин поэтому я не рекомендую ставит целую кучу плагин оптимизацию точнее бака базы делаем мы всегда через хостинг здесь мы видим по-русски написано что означает и что оптимизирует каждое действие вот здесь вот кнопка рано оптимиз это значит оптимизация непосредственно для этого значения или можно выделить вот так все при условии чтобы как у вас уже есть и нажать вот на эту кнопку и оптимизация у нас прошла то есть вот она сейчас проходит и показан даже что делает до каждая опция что удаляет и так далее дальше здесь показана наша таблица внизу показан размер нашей таблицы то есть он реально уменьшается размер базы после оптимизации это можно наблюдать перед оптимизации посмотреть какой здесь размер но также размер виден и на хостинг панели по настройкам здесь особо ничего нет вы можете вот здесь включить ссылку на панель администратора то есть если ставим галочку нажимаем на кнопку внизу то если удобно вот здесь вот появится еще дополнительная панель с настройками в оптимизм также и сайт баре да вот этот верхний бар на главной странице если в авторизованную здесь она тоже будет вылазить ну я считаю здесь она вообще лишнее поэтому я бы этого здесь не ставил и здесь есть возможность вот так включить пока бета-версия то есть авто авто очистка по заданному времени я не рекомендую также ставить автоматически вот этот вариант так как все-таки нужно за этим процессом следить делать обязательно backup и потом вручную это много времени не занимает потом смотреть пока сайт молодой если вы его только сделали он у вас достаточно медленно развивается вы его там никак не продвигаете то целый год даже можно наверно не заглядывать туда но если только вы очень много там пишите постов то есть именно записи там по нескольку штук или хотя бы по одной записи каждый день то там конечно надо будет все равно делать раз в месяц хотя бы оптимизацию базы данных то есть вот такой простой незамысловатый плагин особо здесь знать о нем ничего то есть главное делать backup и сам процесс оптимизации до безумия прост да и ребят читайте внимательно именно оптимизация базы данных это именно вот этот первый пункт который у меня сейчас не активен все остальное это очистка например серии всех ревизий удалить неодобренные комментарии очистить мета данной записи да то есть какие-то варианты вам конечно здесь например чисто мета данные там ну не надо наверное ставить удалить уведомление до удалить обратные ссылки например если обратные ссылки вам нужны то вы галочку здесь конечно не ставите именно вам нужен именно вот этот верхний чекбокс но он не активен я полагаю что база данных оптимизирована не требует она сейчас оптимизации возможно поэтому она не активна так что имейте это ввиду все вот так проставлять все галочками это был просто пример вы обязательно здесь сознательно ставите те галочки которые вам необходимы да то что если вы что-то не знаете например там то лучше галочку не ставить для вас именно вот именно верхний вот этот вариант это именно оптимизация базы данных ну и маленький совет если все-таки пользуетесь этим плагином и не хотите чтобы лишний раз как бы была какая-то нагрузка то есть как дополнительный плагин после оптимизации деактивируйте плагин то есть не удаляйте его с wordpress а просто деактивируйте то есть сделали оптимизацию раньше я так делал тоже у себя на сайте переходите потом в плагины после оптимизации активные находите данный плагин здесь и нажимаете деактивировать то есть сам плагин он как бы остается у вас вот здесь в неактивных но с сайта вы его не удаляете когда он неактивен по идее он как бы не будет как-то нагружать ваш сайт если он вообще нагружает вот и при необходимости потом сюда приходите нажимаете активировать пользуйтесь этим плагином потом опять деактивируйте его потому что особо настроек там нет ничего мы не настраивали то есть можно вот так прибегать к таким вот действиям на этом данный урок я заканчиваю надеюсь для вас он был интересным и полезным и увидимся с вами в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нету учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема неинтересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в п значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлена еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указанном на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указано вот здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь